Портрет Чаодаева Задумчив взгляд российского пророка, Ушедшего от суеты себя. Когда он понял, что отчизне плохо, А жить во лжи и трудно, и нельзя. В глазах и мудрость, как печаль таится, Что одинокий ум к прозрению вела, И добрый взор усталой старой птицы За горы улетит, и жизнь, увы, прошла. Красный океан. Но это надо видеть, эти картинки. Увидел вдруг я красный океан, Поднявший волны в глубину вселенной, Где солнце вечной желтизной нетленной Свой утверждает грозный царский сам. И я припал к божественным ногам И погрузился в желтый цвет разлуки. Один ко мне протягивает руки Мгновенья эти красный океан. Мир наоборот. Мир наоборот. Мир наоборот. Я вдруг проник в ту глубину, В которой ты... А, а... Я вдруг проник в ту глубину, В которой ты в этот миг художник мой Творишь, И в ней пронзает чистый воздух горы, И как хрусталь застыла в небе тиша. Но это все в другом, мне кажется, пространстве. Ни солнце, ни луна сейчас над головой. В волшебном удивительном убранстве Привычный мир совсем уже иной. В нем красок поразительных смешенья. Их всплеск, и сплав, и сказочный полет. Как вспугнутый в душе Неловкое движение. И вот уже Вся жизнь Наоборот. Ну, странно для меня даже сейчас. А посвятил 8 лет назад этот стих Никите Михалкову. По определенному случаю он говорил О церкви русской, о детях. И вот стих. На полдороге в дальнее село Среди полей Желтеющей пшеницы Крестом церквушку в небо Вознесло, где с нею дружат Словно люди птицы. Не зная, к счастью, что такое спесь Времен старинных зданий Прилипли к седому озеру, Что серебрится здесь. Душа моя Давно ждала молитв. Зашли мы в церковь Лишь один пролет Могучих бревен Вологодской кладки Толпился в круг Священника народ Старухи, стойки Пришедшие от грядки И молодица С длинною косой В простом платке В сиреневых цветочках Госой мальчишка С русой головой И девочка От пола Три вершочка На нас взглянуть Никто не захотел Все батюшки Внимали А с иконы Христос на мир Пронзительно Глядел Мне показалось Чем-то Удивленным А вот Надин недавно Написал стихотворение Надеюсь Вы меня поймете Смута От мыслей Нестерпимых Устаю Свободен я Но мой Страшится Разум Вдруг Правды Той В которой Узнаю Жизнь Что ужасно И уму И глазу Да и в душе Все горше И больней Как будто Из родного Храма Похитились Святыни Те, что В ней Оставила Прощаясь Мама Жизнь Изменилась Из подволь И круто Сомнения Гнетут А все Как встать Молчат И в ясный день Невыносимо Смута Но дышит Как дитя Под снегом Спящий Сад И Из философской Так называемой Лирики А философия Пронзает Всю нашу Жизнь Всю Смятый Цветок Я Смял Цветок На вид Совсем Простой Нечайно Не думая Нисколько Что он Такой же Был Как я Живой Всю ночь Противился Морозцу Стойко И днем Хотел Всех Радовать Собой Он Понимал Что Мал И желт Как осень В тробе Как все Но лишь Посмотрит Вверх Все Видит В нас Которым Нужно Очень Большой Вселенной Быть умнее Всех А я Сломал Его И у Дороги Бросит Тяжелые Птицы Не могут Взлететь В сиреневом Небе У желтого Поля Дождя Бесконечно Год Серая Сеть Прижала К земле Все Что Было На воле Не дай Бог При взлете Им крылья Сломать А может Забиться В канаву Поглубже И мог Крововетра И градо Не знать И не Замерзнуть На нахлынувшей Стужей Орят Тополей Как солдаты В строю Судьбу Проклиная Идут Вдоль Дороги Дождь Хлещет На совесть Он Бьет По Жневью Но Нас Еще Носят Усталые Ноги А стих Посвящен Одному Из сидящих Здесь Краски И эти Размытые Краски С неведомой Силой Смогли Как будто Танцоры На пляске Нарушить Законы Земли Так Словно Ушло Притяжение И вся Гравитация Вон И разума Тайное Зрение Открыло Нам Новый Закон Во всем И всегда Сомневаться Не Верите Сбитым Словам Открыто И Вслух Удивляться Тем Краскам Что Нравится Нам И Мысль Уводить К горизонтам Где Солнце Восходит Пока Мы Ждем Его Сидя В Жезлонгах И С кистью Трепещет Рука Аплодисменты